Последние два года все чаще стал подниматься вопрос о необходимости замены членов Центральной избирательной комиссии. Тем более, что у большинства входящих в комиссию уже истек срок полномочий. Об этом в своем блоге заявил народный депутат Украины 6 и 7 созывов Егор Фирсов. Впрочем, по его мнению, есть еще одна, куда более весомая причина изменить состав ЦИКа. Какая? Смотрите в нашем сюжете. Знаете ли вы, что большинство членов Центральной избирательной комиссии уже истек срок годности, вернее полномочий. Во всяком случае, 12 из 15 уже давно пересидели свой срок. Но если оставить в стороне вопрос, так сказать, комиссионного стажа, найдется более веская причина, о которой в своем блоге и написал известный политик Егор Фирсов. Как часто бывает в нашей стране, лояльность и подконтрольность руководства госоргана становятся его иммунитетом, действующим нормам и законам. Так и с ЦИК, приведя к победе президента Порошенко, обслуживая результат БПП на парламентских выборах, закрывая глаза на беспредел, творившийся во время довыборов и, наконец, обеспечив результат партии власти и сателлитов на местных выборах. Ахендовский и КО получили мандат абсолютного доверия. И если не начать кампанию давления на администрацию президента, мы рискуем остаться с этим же карманным ЦИК как минимум на ближайшие июльские довыборы и как максимум на следующие парламентские. К мнению Егора Фирсова присоединились и другие известные политики, чиновники, журналисты и общественные деятели, которые записали свое видеообращение к президенту, где каждый из них рассказал, почему надо изменить состав ЦИК. Я обратился к президенту, потому что необходимо отправить главу ЦИК Михаила Ахендовского в отставку. Я, как журналист, особисто був на выборчих дельницах и спостерегав там фальсификации, которые происходили и на которые не реагировала ЦИК. Поэтому я считаю, что Михаил Ахендовский не имеет права больше занимать эту посаду. Он должен быть извольнен и должен принести ответственность за то, что он сделал. Я обратился к Украинской власти с просмотром, наконец, выполнять законы и заменить членов ЦИК, сроку принадлежения их законы. Я очень сподіваюсь на то, что в Украине, наконец, запланируют не политическая доцельность и кулуарные договоренности, а законы. Шановный президент, ваша бездействие с приводом анонимного склада ЦИК зашкодует вашу особистину международную страну в целом. Закликаю вас негайно на виду склад ЦИК, припеведение правового ангелизма в Украине и обеспечить достойное и загальноевропейское администрирование выборов. Я требую от президента Украины выполнение Конституции, решения суда и внесения в Верховную Раду представления о назначении членов ЦИК. ЦВК потребует доверия. Президент, сміни ЦВК. Я вважаю, что незміна членов ЦВК является проявом политической коррупции. Потому что, если членов ЦВК не изменяют, значит, это выгодно высшему руководству страны, которая готовится к выборам по мажоритарным округам. Я требую увольнения Ахидовского, потому что он является первым способником сепаратистов и оккупационного блока. Термин повноважений большинства членов ЦВК всплыв майже два года назад. Склад ЦВК должен быть изменен. Закон должен быть один для всех. Я прошу президента, чтобы он изменил состав ЦИК, так как не хочу, чтобы на следующих выборах мой голос был украден. Я за честные и справедливые выборы. Господин президент, вы понимаете, что делегитимная ЦИК подтачивает ножки не только у вашего трона, но и вообще в украинского государства? Это не только безответственность, но и признак политического преступления. Так быть не должно. Я требую от президента Украины заменить действующий состав Центральной избирательной комиссии. Пане президенте, скажите, как ЦВК может керовать человеку, которая носит годинник вартостью 50 тысяч долларов, мающая официальную зарплату в несколько тысяч гривен?